Взрыв в жилом доме. Несколько часов назад в Голосейском районе столицы в одной из многоэтажек прогремел взрыв. Повреждены несколько квартир. Там сейчас работают спасатели, людей эвакуируют. На месте событий и наш корреспондент Елена Митясова. Она готова рассказать о причинах и последствиях случившегося. Лена, здравствуй, расскажи, есть ли информация о жертвах и пострадавших? Что говорят оперативники? Что намерены делать с разрушенными квартирами? Тебе слово. Катя, добрый вечер. Происшествие в Голосейском районе столицы довольно странное и запутанное. Взрыв в одной из девятиэтажек здесь прогремел в четыре вечера. И в квартире на первом этаже. Взрывная волна была настолько мощная, что повылетали стекла не только в этом доме, но и в соседних. Меня поднесло, меня подкинуло. А я себе уже представила, что это, мабуть, землетрус. Не могу вам передать, какой был страх. Ни огня не было, ни дыма не было. Здесь был сильнейший взрыв. Взрывной волной в подъезде разрушены перегородки с третьего по подвальный этаж. 34 жителей местных пришлось эвакуировать. Не обошлось и без несчастья. Погибла 70-летняя женщина-инвалид, проживавшая в этой квартире. Еще одна женщина прохожая, прохожая травмирована. Она сейчас находится в больнице. Працюет специальная комиссия, которая ведет переписы людей, которые тут находятся, для того, чтобы понять, исключительно людей, которым необходимо темчасово переселить. Предварительная причина взрыва – утечка газа. Но ее уже в газовой службе опровергли. Не верят в это и сами жильцы. Запах газа я не слышал. Взяли в лабораторию, отвезли пробы воздуха. Значит, с подвала, с квартиры. Пробы воздуха на явность газа не показали. Сейчас ждем дальнейшее обследовать плиту, обследовать. Местные жители говорят, женщина, проживавшая в квартире, была одинокая, инвалид ее досматривал в социальный работник. И, возможно, на ее трешку положили просто глаз. До нее приходил социальный работник. Она была очень хвора. Но это выяснит следствие. А пока у дома работает оперативный штаб, проводят перепись людей. По одному местных пускают в квартиры, чтобы забрать ценные вещи. После чего людям 29 семьям будет предоставлено временное жилье. Катя. Леночка, спасибо тебе за детали. Елена Митясова была на связи со студией и рассказала о последствиях взрыва в жилом доме столицы. Продолжение следует...